Знаете, я вот пока проводила по школе экскурсии, я, собственно, видела, там очень много констоваров нам привезли детям. Портфели там, тетради, альбомы, все это. Я думаю, деткам нашим раздадим, все оно нам пригодится. Дома делали варенье, это домашние джемы, все, заберите, мам. Конфитер домашний, хорошо, мы в столовой, это, знаете, может быть на бутерброды на хлеб, да? Да, да, она свежайшая, поэтому только-только забрали, заберите, где двору побалуете чуть-чуть. Там сказали, еще какая-то одежда, форма, школьная форма, портфели, все там есть. За все это мы очень-очень благодарны за помощь. В этом году, на данный момент, у нас в сентябре пришли к нам в школу 35 детей. В прошлом году 83 ребенка на 1 сентября. Я обращалась к волонтерам, должны нам подвезти новую электрическую печь в школу. У нас печь полностью вышла из строя наша электрическая, школьную посуду, школьную столовую, нам нужна посуда, знаете, вся полностью, от вилки, кончая кастрюлей и сковородой. Нет никакой связи в школе, нет компьютерного класса и нет у нас, знаете, электронку передать хотя бы на Вайдар от нас очень далеко, вы знаете, да? Это больше 100 километров нам проехать туда в отдел образования. Очень тяжело связываться нам, нет электронной почты, нет интернета у нас в школе, связи практически у нас никакой. Нет стационарных телефонов, только мобильная связь, это у нас только Киевстарт. Только у нас основное здание смонтировали отопление. На верхней школе еще там и не начинали отопление этот монтаж. И еще по зданию школьной столовой то же самое. Ну, видите, в свете того, что у нас будет теперь НВК, уже у нас не будет крымская школа, будет у нас на нашей территории и детсад. Нам, конечно, очень нужно будет, чтобы было организовано и питание в школьной столовой, и отопление, чтобы детям было и тепло, и уютно, и чисто, и сухо. У нас артезианская вот скважина, вы видели, да, глубинный насос. Нам нужен новый насос, потому что он работает уже у нас, не знаю, как он, не один год. Ну, вы знаете, в прошлом году, когда мы в ноябре месяце у нас школа работала, были уже обстрелы, родители приводили, каждый приводил своего ребенка сам сюда и ожидали их до конца занятий. Ну, сейчас дети как-то вот без боязни на велосипедах сами приезжают. Просто у нас вот школа находится в таком районе, хотя у нас окна и пострадали, вот стекла у нас были разрушены, но здание само школы, вот крыша, это все у нас осталось целое. Привезли волонтеры из Харькова нам, я его буду хранить, вот буду в кабинете беречь, будет обережек нам для школы. Сельская местность, конечно, сейчас очень тяжело. Работы в селе нет, поэтому молодежь не очень у нас задерживается. Ну, я думаю, пока будет работать школа, будете в село жить.